Всемирный антидопинговый комитет Неужели у нас действительно все так плохо с антидопингом? Вспоминается скандал с ФИФА. Российский президент, чиновники тогда четко отреагировали. У нас все в порядке, чемпионат отобрать не удастся. Что же происходит теперь? Почему президент молчит? Почему скандал ударил именно сейчас? И есть ли у этого вопроса второе дно? Об этом накануне ТВ рассказал в своем экспертном мнении политолог Сергей Черняховский. На срыв чемпионата 2018 года. И то, что здесь только политическая подоплека, в общем контексте абсолютно очевидно. Точно так же, как это было с атаками на ФИФА, Блаттера, Путяни и прочее. Во-первых, я сомневаюсь, что с допинговой системой есть какие-то принципиальные различия в разных странах мира. И если хорошо проверить любую страну, что Англию, что США, можно найти требуемые нарушения. Во-вторых, я далеко не уверен, что то, что нашли по России, действительно является нарушениями, а не интерпретацией тех или иных моментов. Эксперт указывает на то, что допингом пользуются все, если пристально посмотреть. Те, кто придумывают допинговые правила, всегда могут прикрыть своих и засудить неугодных. В отличие от скандалов ФИФА, сейчас почему-то наши спортивные чиновники и президент молчат, хотя под угрозой и участия в Олимпийских играх 2016 года. Неужели действительно у нас все так плохо? Знать, что требование выполнено, потому что, ну, это известное такое бюрократическое издевательство. Всегда найти некоторую зацветку, чтобы пустить по кругу все переделать. Эксперт уверен, решаться будет все не логикой спортивной этики, а логикой сравнения потенциалов политического воздействия. Потому что против России ведется война и ведется нетрадиционными средствами. Конечно, здесь исключительно политический момент. Просто надо отдавать отчет в том, что против России ведется война. Вестись она будет разными нетрадиционными средствами. И пока Россия не докажет, что это, во-первых, бесполезно, а во-вторых, что это небезопасно для тех, кто ее ведет, эта война будет вестись. Это надо четко понимать. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова